Я достаю из широких штанин, как дуло советского танка, и все сразу видят, что я гражданин, а не какая-нибудь там гражданка. Здравствуй, друг! Добро пожаловать в мою коробку. Немного классики на дна. Сегодня у меня на обзоре многоразовая айо-система бора формата от компании Umbrella Mods. Это у нас паспорт айо для привилегированных богатеньких людей, скажем так. Внутри у нас установлена плата дна, работает это все набороформате на сменном аккумуляторе 18650. Такая вот штучка, претендующая на вот эти вот все, как-то называется, хай-энд устройства. Вот так это называется. Ну, то есть, грубо говоря, хай-энд, это что-то вот ребята сделали, вхерачили цену туда в 200 миллиардов тенге. И такие, ну вот как бы это хай-энд, извините, как бы. Ну вот это тоже устройство у нас претендует на хай-энд, как бы вот так. Данное устройство на обзор мне предоставил также Антон. Антон, он же гордейчик, ты его можешь знать. Это тот самый человек, как его называют, с какого-то non-name телеграм-канала. Антоха большой молодец. Он продолжает подпаскивать какие-то хорошие, годные устройства. Не обязательно, опять же, какие-то оригинальные или вот такие вот там супер какие-то модные, дорогущие, намороченные и так далее. Есть и попроще всякая разная штука. Ну, короче, смысл в том, что Антоха продолжает подтягивать какие-то интересные устройства, а не какие-нибудь там типа одноразки, поды и так далее и тому подобное. Антоха мне подогнал вот такой вот Xeon офигенный, просто бешеный, до сих пор им пользуюсь, отличное устройство. Ну и вот эта вот штучка, которую я из дома не выношу, потому что жалко. Обо всем этом поподробнее, конечно же, я расскажу тебе в приближенном рассмотрении. Поэтому прямо сейчас я покажу тебе паспорт, а ее поближе. Вот в такой коробочке от Гордейчика или от Антона, короче, ко мне пришел паспорт Айо. То есть это еще одно произведение, ребят, с компанией Umbrella Mods. Паспорт Айо. Такой вот паспорт. Пашпорт. Замечательная, очень информативная картоночка. Само устройство. То есть вот так это как-то выглядит. Очень-очень аккуратненький такой он, маленький, крошечный и легенький, что очень-очень хорошо. Также в комплекте у нас есть вот такая супер дополнительная комплектация в виде одного оринга и наклейки-заглушки. И все, больше в комплекте ничего нет. Паспорт Айо. Это устройство, работающее на формате Бора со сменным аккумулятором 18650. И он такой у нас галориновый, маленький, небольшой, квадратненький. Довольно странный, конечно же, форм-фактор. Такой вот у него. Ну, типа, давайте разбираться, что там да как там. Во-первых, что нам нужно с тобой увидеть, то что у нас по центру есть такая вот как будто бы панелька. Я с дуру, когда первый раз достал это устройство из коробки, начал его вот так вот дергать на себя. Не мог понять, почему оно не вынимается. А потом подумал, еще немножко подумал и просто аккуратно сдвинул его вбок. То есть вот так вот вбок оно сдвигается и все вытаскивается. Здесь у нас, опять же, не обошлось дело без каких-то там гравировок и так далее. То есть тут какую-то красоту сделали. Есть небольшой экранчик. Есть, конечно же, два магнита, которые все это удерживают. И вот здесь у нас вставочка под Бора формат. Как-то вот так это все выглядит. То есть сюда мы устанавливаем любой атомайзер под формат Бора, скажем вот так. На передней части у нас есть кнопка Fire, кнопка плюс и минус. А ниже кнопка вверх и вниз. У нас вот здесь вот так вот елозит кнопка Fire. И вся панель также вот ходит ходуном. Потому что, конечно же, любимая кастомизация. То есть у нас вот эта часть вынимается. Вот, опал, спасибо. Здесь у нас закатлена кнопочка Fire. То есть вот я ее могу вытащить вот таким образом. То есть она у нас на магнитиках внутри держится. То есть вот она прижимается, держится. То есть кнопка Fire у нас вот так вот как бы на месте держится. А кнопки плюс и минус нихрена не хотят на месте держаться. Они у нас выпадывают. То есть вот эта панель, естественно, как и вот эта панель, будет подвергаться всякой разной кастомизации. То есть любые могут быть там кнопки, любая может быть панелька, любые рисунки, любые отверстия. То есть все, на что гораздо и кастомизаторы. Каких-то кастомных вариантов я пока еще в интернетах не встречал. Возможно, плохо искал. А может быть их еще и не существует. И все, они опять же это отправили, скажем так, на аутсорсинг. То есть просто сделали устройство, которое, возможно, можно кастомизировать. И этим будут заниматься какие-то кастом-компании, которые делают всякий разный кастом. Здесь мы сразу можем увидеть кликеры. То есть кнопка Fire, кнопки плюс и минус. Как-то вот так это выглядит. На самом деле собирается все более чем удобно, можно так сказать. То есть нужно, главное, не просрать этот момент, как я обычно это делаю. Кнопки плюс и минус нужно поставить на место. И потом только собирать. Втыкаем кнопки плюс и минус. Потом подставляем это все вот сюда. И защелкиваем. Блядь. Во. Все. Защелкнулось. Она, понятное дело, не так сильно шатается, когда у нас установлена вот эта вот дверка. Потому что она все-таки одной стороной здесь прижимает у нас эту вот часть. Но все равно кнопка Fire будет вот так вот безбожно болтаться. Если тебе не нужна нахрен никакая кастомизация и прочие вот эти вот дела, двухсторонний скотч тебе в помощь. Или вообще суперклей нахрен. Ты можешь просто все это дело приклеить, и ничего у тебя нигде не будет шататься и нигде не будет елозить. На самом деле хотелось бы какую-то подгонку получше, повеселее. Потому что вот если посмотреть на переднюю панель, я могу шатать ее вот так вот вверх и вниз. И все равно есть какой-то, возможно, технологический зазор. Хотя можно было сделать это еще плотнее, чтобы она прям очень плотно сюда залетала и вставлялась. Единственное, что очень хотелось бы, чтобы здесь магниты были не только с вот этой стороны, то есть раз-два, но также они были вот здесь. Повторялись еще два магнита. Сделать это нужно для того, чтобы когда я отодвигаю эту шторку, она вот здесь вот задерживалась и не отходила дальше. То есть вот здесь она задержалась. Как тебе пояснить? Ну чтобы, короче, она вот так вот здесь оставалась и задерживалась. Потому что открывается экран, и для того, чтобы что-то здесь порегулировать, мне приходится каждый раз убирать. Набрал, потыкал, и потом обратно поставил, и все это дело закрыл. Слава египетским богам! Наверху у нас находится черная, анодированная, слава богу, в цвет нашего устройства гайка. То есть я думал, здесь будет опять замечательная стальная гайка. Но она, естественно, стальная, потому что у нас должен проходить здесь какой-то контакт. Но верхнюю часть они очень аккуратно и заботливо черно вот так вот анодировали. Для того, чтобы наверху не было вот этого белого пятна, который, опять же, не пришей сюда, будет ни к чему. Но, естественно, отсек для установки аккумулятора 18650. Опять же, могли сделать встроенный аккумулятор, но большие молодцы, что сделали сюда аккумулятор сменный. Судя по разметке, у нас плюсом устанавливается аккумулятор вниз. Берем любой аккумулятор 18650 и устанавливаем его. Конечно же, надо черную термоусадку, естественно, брать. Потому что ее здесь видно. Здесь нужно просто попасть в резьбу. Крутим-вертим, вертим-крутим. В резьбу попадаем, не задерживаемся и закручиваем. Господи, я забыл в какую сторону крутить. Почему я не туда вращаю-то? Все, подтянул как следует. Устройство у нас не включилось. Нет, включилось. Umbrella Mods. Паспорт А ее написано. Здесь у нас, естественно, установлена плата ДНА. То есть это не подобие какой-то платы ДНА. Это и есть плата ДНА. То есть мы нажимаем вверх и вниз. Мы переключаемся через режимы. То есть как в старые добрые времена. То есть все вот эти прихиты и так далее и тому подобное. То есть все это мы можем выбирать. Там да прихит, нет прихит. Всякие пресеты и так далее и тому подобное. Мне, естественно, нужно только одно. Кнопки минус и плюс вместе нажимаем. Разблокировали. Нажимаем кнопки вверх и вниз. Тут также можно мотать все это дело. До какой мощности тебе надо? Я думаю, больше 30 ватт мы тут подниматься не будем. Потому что нам это не надо. Естественно, плата ДНА 60. На самом деле в подобных устройствах достаточно и 40 ватт. Вот серьезно. Типа я не думаю, что там будут наматывать какую-то особую жирноту. На там типа на свободную затяжку что-то типа того. Нет, в этом нет абсолютно никакого смысла. То есть слишком жирно. Опять же 40 ватт для подобного девайса более чем достаточно. Ну и опять же немаловажный момент. У нас есть разъем для зарядки по Type-C. То есть вот не microUSB. Тут у нас есть Type-C. Можем заряжать или же перепрошивать наше устройство. Так как внутри у нас установлена плата ДНА. На жопке еле заметны у нас вот так вот выгравированные сертификаты. Также написано паспорт I.O. Серийный номер нашего устройства. По поводу зарядки Type-C это, конечно, большие молодцы. Мне почему-то кажется, ну вот такие у меня внутри есть сомнения. То, что Type-C сюда устанавливают уже сами ребята из компании Umbrella Mods. Потому что допотопные древнющие платы ДНА-60 до сих пор идут с разъемом для зарядки по microUSB. И, видимо, под современные устройства уже сами производители переделывают эти платы на зарядку Type-C. Потому что когда я увидел здесь плату ДНА, первое, что я сделал, это посмотрел, где здесь какой-то разъем для прошивки нашего устройства. Там или зарядки и так далее. Потому что если бы я здесь опять увидел microUSB, ребят, ну хорош. Уже как бы подходит к концу 2023 года. Давайте уже раз и навсегда забудем про этот чудесный разъем. А, ну и что я тут это неполноценное устройство тебе показываю. То есть, опять же, видишь, у нас окошки здесь с двух сторон. Что очень симпатично для каких-то подобных атомайзеров. То есть, я могу установить. И здесь вот такая батюшки красота. А также может быть полностью прозрачный у тебя Boro-Tank. То есть, с той и с другой стороны будет видно, сколько у тебя осталось жидкости. Что на самом деле очень удобно и очень хорошо. То есть, можем установить сюда гайку. Все это дело накрутить, закрутить, подтянуть. Немножечко так вот для вида, чтобы это было. Ну и, естественно, закрыть крышечкой. Такой вот получается маленький аккуратный девайс. Вот, смотри, тебе кортина такая вот получилась чудесная. Ну и опять же полностью прозрачный Boro сюда устанавливаем. Выглядит довольно-таки приятно. Единственное, что да, такова вот история с вот этими устройствами, что если здесь что-то там где-то на магните кастомизируется, что все вот так вот беспощадно болтается. Устройство там типа какое-нибудь китайское за 6 тысяч рублей, я не знаю, там ничего не болтается, все сидит крепко. Но вот почему-то на вот таких вот а-ля high-end устройствах начинается вот эта вот болтовня. Даже даже самые там какие-то КБР или еще что-то такое, которые стоят там 100 тысяч миллиардов денег, у них вот так вот все ходит ходуном, и владельцев это полностью устраивает. Не знаю, в какой момент high-end убедил всех в том, что если что-то болтается, то так и надо, но я далеко, совсем, вот вообще никак я это не поддерживаю. Если уж вы, ребята, придумали, что у вас что-то там должно взаимозаменяться, будьте добры, бобры, сделать хорошую подгонку, чтобы ничего нигде не болталось и не шаталось. Ну вот такой вот у нас получился паспорт. А ее, короче говоря, осталось только какой-нибудь дриптипчик. Вот у меня на столе тут под рукой как раз лежит. Его сюда вот установить, мой любимый дриптип с загубником, и получаем малюсенькое, крохотулечное, вот смотри, даже в моей девичьей руке оно полностью скрывается. Устройство на формате Бора, опять же, на полноценном аккумуляторе 18650. Не встроенный, не еще какой-то там, а полноценный 18650. Многоразовый, заменяемый легко, скажем вот так. Ну все, вот таким образом в приближенном рассмотрении выглядел паспорт I.O. от ребят с компании Umbrella Mods. Я надеюсь, ты все как следует рассмотрел, я тебе все как следует показал. А сейчас я перейду к тому, что буду высказывать свое личное мнение, которое сложилось у меня за время пользования данным устройством. Ну и, конечно же, дорогой мой друг, прислушиваться к моему мнению или нет, это абсолютно не то и дело. Так что, давай! Обсудим наш девайс, конечно же. Тут есть о чем поговорить. Что-то я тут кого-то где-то как-то понаписал про него, понапридумывал себе чего-то там и так далее. Ну, короче, надо разбираться, потому что штука вроде бы похожая, как бы схожая с вот таким вот устройством, очень сильно схожая. Но есть некие отличия, конечно же, в положительную и, естественно, отрицательную стороны. Как-то так. Но перед этим я хотел бы поблагодарить бренд Незавод. Это ребята и девчата, производитель линеек жидкостей АЧО нет и хуй или нет. Я думаю, знакомых тебе линеек. Это линейки жидкостей для тугой затяжки, МТЛ или же подсистем. И также сайт Госмог. Сайт Долгожитель, который работает аж с 2016 года, так же, как и я, в принципе, да. Ещё, ребят, на сайте активирован промокод KRBK, который даёт тебе небольшой бонус. Огромное вам, ребят, спасибо за поддержку моего канала. Первое, о чём мы с тобой, как обычно, разговариваем, это зарядочные движения. Несмотря на то, что я, как бы, типа, обрадовался, все дела, ну, спасибо и на этом, скажем так, в самом начале, у нас на жопке присутствует вот здесь вот разъём для зарядки по Type-C. Он, как бы, есть, зарядка Type-C. Мы берём с тобой кабель для зарядки Type-C, Type-C. Вот он у меня беленький, белый у меня Type-C, Type-C. Устанавливаем сюда. И видим, что абсолютно ни хрена не происходит. То есть, типа, с современным кабелем Type-C, Type-C наше устройство не заряжается. Если мы берём предыдущую версию Type-C, Type-A, который, типа, более распространён, устанавливаем его сюда, и у нас, внимание, внимание, вот покрупнее покажу, появилась тут вот такая молния. Вот она, вот она, вот она. То есть, наше устройство заряжается, зарядочка пошла. То есть, здесь, скорее всего, произошло то, о чём я говорил. Они взяли разъём micro-USB, перепаяли его на разъём Type-C, и, в принципе, у нас всё как бы работает. Но он не может у нас перепаяться на разъём Type-C, Type-C, который более современный, типа, все дела. Поэтому ты должен понимать, что если ты это устройство собираешься там где-то что-то как-то заряжать, я это никогда не делал, и, в принципе, такой фигнёй не занимаюсь. Типа, заряжать подобные устройства только в крайнем случае. Я этот разъём называю, типа, экстренный разъём для зарядки. Вот так я его всегда называю. То есть, это экстренный разъём, на случай, у тебя нет или нет сменного аккумулятора. Потому что здесь у нас полноценный, полноформатный аккумулятор 18650, который ты в любой момент можешь заменить. У тебя есть вот эта вот зарядка. Также этот порт, естественно, работает для прошивки нашего устройства. То есть, нужно подобрать кабель, чтобы он у тебя сконнектился с компьютером. Опять же, программа Escribe. Там всё это дело можешь настроить, под себя подстроить. Это всё по сей день поддерживается, работает очень-очень хорошо. Раз уж мы переметнулись сразу на плату ДНА, понятное дело, что это фаворит. То есть, вот есть люди, которые делятся, скажем так, на два лагеря. Одни считают, что лучшая плата в вейпинге, это плата ДНА. Я сторонник вот этих людей. И также есть люди, которые считают, лучшая плата в вейпинге, это плата от компании Ихи. То есть, вот эта вот плата ИСХ, или просто плата Ихи называется, которая устанавливается в их устройство. Что она тоже очень точная, крутая. Также там, если я ничего не путаю, есть настройка с компьютера. Что-то какая-то вот такая вот, как сказать, аналог вот этому вот Искрайбу. Но вот, типа, для меня это просто привычнее. Это отличная плата, которая прошла через года. До сих пор платы ДНА-60, ДНА-40, без какого-то приписки Си, или как она называется, Color, без цветного экрана. Всё так же пользуется, всё так же в ходу. А на самом деле, мне больше-то нахрен и не надо. То есть, типа, у нас, опять же, заряд аккумулятора в процентах показывается, показывается. Мощность показывается, показывается. Я могу настроить, чтобы было переключение по одному вату? Могу. Больше мне от него ничего не надо. Вариват идеальный. Переключение по одному вату, показ аккумулятора в процентах. Всё. Больше мне ничего не нужно. Ну и, конечно же, там отображение, сопротивление, там вот эти вот все дела, это тоже всё показывается. Это очень удобный девайс, скажем так. То есть, он маленький. То есть, он, если вот, типа, разбираться между вот этими двумя устройствами, разница по весу у них не такая большая. То есть, тут тоже есть металлические детали. Этот сам полностью выполнен из металла. Ну, сейчас вот просто в цифры. Давай я тебе объясню и поясню. По весовым всем вот этим вот делам. То есть, типа, Xeon, или как я его называю, он у нас... Это что такое? 75 грамм. Нет тут никаких 75 грамм. Ты что, с ума сошёл? Ноль. Устанавливаем Xeon. 220 грамм. Устанавливаем паспорт Ayo. То 65 грамм. То есть, тут разница в 30 грамм, ты её практически как бы руками не ощущаешь. Как бы ощущаешь, что вот это устройство, ну, типа, как будто бы чуть тяжелее и всё. То есть, здесь вот то, что он как бы из Делрина у нас, вся вот эта вот как бы пижня пластиковая, он выполнен. Ты этого особо не ощутишь, потому что сам по себе пластик этот довольно плотный, тяжёлый. И тут, говорю, опять же, довольно много металлических деталей, несмотря на то, что этот весь выполнен из металла. Здесь у нас какие-то вот элементы из него. Он приятный, чёрный, матово-шорошавый, аккуратный. Прикольная штука, конечно же, с вот этим вот окошком, с этими со всеми делами. То есть, можно полностью прозрачные боры использовать тогда-то с двух сторон. Можешь видеть, сколько у тебя жидкости осталось. Или же какие-то боры вот с такими вот рисунками, как у меня здесь установлен. То есть, тоже это всё как бы симпатично, аккуратно всё выглядит. Всё это видно, всё, в принципе, как бы хорошо, скажем, вот так. Что здесь плохого? Это как бы, наверное, единственная претензия, в принципе, к этому устройству. Здесь на самом-то деле обсуждать особенно нечего. Вот по-честному. То есть, тут есть много очень хороших моментов. То есть, типа, как это всё выполнено, как это выглядит. Ну, как бы вот есть определённые недостатки, которые заключаются только в их каком-то хотении, скажем вот так, в кастомизацию. То есть, я тебе говорил про это в приближенном рассмотрении. Второй раз тебе долго это рассусоливать не буду, просто повторюсь. Здесь у нас как бы есть вот эта вот крышка, которая может быть закастомлена и изменена. Вот такая вот крышечка, тоже пластиковая, лёгкая и невесомая. И вот эта вот, типа, центральная часть с клопками. Клопки плюс и минус, они же кнопки вверх и вниз, кнопка фаер. И вот эта рамка по кругу. То есть, всё вот это может быть выполнено из какого-то другого материала и сюда установлено. Но так как здесь, типа, это сменная держится на магнитиках, здесь просто нахер пошли все допуски, какие только возможно. То есть, скорее всего, здесь есть вот те самые допуски на сотку, как они называются, типа сотка допуски, которые они у себя используют. И здесь всё очень сильно болтается и шатается. Я это прям вот сильно не приемлю. То есть, типа, крышка у нас вот так вот, типа, вверх и вниз ходит. Вот здесь на лицевой части кнопка фаер вот так сильно гуляет, влево-вправо сильно, клопки плюс и минус гуляют. Вот сама вот эта рамка по кругу, которая всё это удерживает, всё это ходит ходуном. И почему-то ребята, которые, ну вот, типа, шарят за хаэнд, там, типа, там, всякие крутые пацаны с крутыми устройствами. То есть, вот у тебя, к примеру, есть там какой-нибудь КБР и так далее, клон там за много денег. А у них есть оригинал за много-много денег. Я бы сказал даже много-много, много-много-много-много. Вот так приблизительно настолько много. И там абсолютно такая же история. И для них, как бы, это норма. То есть, допустим, у него вот есть девайс, у которого всё там шелдоёбится, во все стороны болтается. Он такой, ну, типа, премиальное устройство. Премиальное. Премиум, скажем так. То есть, вот ты покупаешь себе Rolls-Royce, у тебя дверная карта вот так ходуном на нём ходит. Или руль шатается. Или строчка вот такая кривая на нём. Но это премиум, понимаешь? Типа, премиальное. Вот что-то вот такое. Здесь вот такая история. Они почему-то, конечно... Они то ли привыкли к этому, то ли они оправдывают это уже таким образом, что, типа, это штучный товар и так далее. То есть, вот такие вот... Я хрен его знает, как они это оправдывают. Но здесь очень-очень-очень-очень говёное качество подгонки деталей. Ну, то есть, типа, прям гигантские миллиметровые просто зазоры, которые прям вот просто видно. Тут вот, говорю, всё шатается, ходит вот так во все стороны. Очень хочется закрыть это... Заклеить всё нахрен каким-нибудь там паксиполом или ещё космофеном. Просто намазать, чтобы это больше никогда здесь не шевелилось и не шолохалось. Я перед обзором немножко пошерстил интернеты. И что-то никакого кастома ни хрена я на него не нашёл. Само устройство появилось ни хрена не вчера. То есть, типа, можно было бы сказать, что, типа, вот устройство появилось совсем недавно, бла-бла-бла, что, типа, кастом ещё появится, выйдет. Но что-то я смотрю, и кастомайзеры как-то не очень-то и хотят делать на него кастом. То есть, типа, не появились никакие ни дверки, ни кнопки, ничего не такое. То есть, понятное дело, что это не масс-маркет, это не массовое устройство. Это не какой-нибудь там типа Dotayo или какие-нибудь там KToolHuaia, или что-нибудь такое, которое появилось. Здесь ребята как бы сделали там закос под кастом, то есть, всю эту историю. Какие-то кнопочки, какие-то там крышечки, вот эти вот там дриптипы, ещё там что-то вот такое. И кастомайзеры всё это дело подхватили, потому что это, как бы, на это есть спрос. Видимо, на это пока нет никакого спроса. И само устройство, как бы, вот оно у нас выпущено только в чёрном цвете, вот этого вот цвете Делорина, никаких других цветов нет. Это я тоже посмотрел, поискал, везде там, там, чуть ли уже на Фейсбук запрещенную в России террористическую организацию, и лазил там, ещё там где-то смотрел, ни хрена нету. Ну, то есть, типа, это вот, типа, есть устройство, есть вот, как бы, вот это, вот это и всё. То есть, задел под кастомайзинг есть, а самого кастома нет. Есть какая-то, как бы сказать, малейшая просто надежда на то, что, типа, сами производители что-то начнут выпускать. Или же у кого-то рука дёрнется, и кто-то из кастомайзеров начнёт делать какие-то кнопки и крышки, и эти кнопки и крышки он сделает, типа, лучше, чем у производителя. То есть, у него будет зазор, подгонки, всё вот эти вот дела будет гораздо лучше, и ничего больше не будет шалтаться, болтаться, и вот эти вот все моменты. К этому устройству у меня, по сути дела, нет абсолютно никаких претензий, кроме вот, типа, вот этого. И вот этого. То есть, типа, болтающаяся крышка и болтающиеся кнопки. Вот, всё. Всё остальное у него более чем хорошо. У него всё остальное собрано очень аккуратно. У него даже чёрная гайка вот здесь есть, чтобы она у тебя никак не выбивалась из цвета этого устройства. Также чёрная вот эта вот крышка, которая для отсека аккумулятора открывается, закрывается, вкручивается, выкручивается, если тебе так удобнее будет это услышать. То есть, типа, все вот эти вот моменты, они как бы да. Но вот это вот, это мандец. Я до сих пор не понимаю, как ребята, которые вот шарят за вот эти вот ваши все хай-энды, там, оригинальные КБРы и все вот эти вот устройства, которые как один на другой похожи. Вот просто, типа, тебе показывают девайс, ты такой, это КБР? Ты такой, нет, ты чё? Это вот какой-то там залупа кастом с какой-то вот такой вот. Я говорю, ну это ж прям один в один КБР. Ну вот вообще не отличается ничем абсолютно. Ну вот просто один в один. Не-не-не-не-не, это ты чё? Тут вот насечки, тут вот скругление, а тут вот сделаны фаски, а тут вот кнопка не квадратная, а пролилипипедом. И еще какой-то херидилл. Ты такой, ну, раз уж такие отличия, ну тогда как бы найди, как говорится, 10 отличий между старой и новой Нивой. Которая выпускалась в 50-х и которая выпускается сейчас. Вот давай до вот этого доколупаемся. Подвеска та же, двигатель тот же, все нахрен тоже. Ну там же вот типа стеклоподъемники. Там же вот уже как бы это, я говорю, а покрышка под капотом все еще лежит? Они такие, ну это место у нее такое вот специальное, чтобы при аварии она тебе в лоб сразу же вылетала. Ну короче, разговор не об этом. Работает он очень хорошо. Качество сборки, не считая как бы всю вот эту вот фигню, все очень аккуратненько. То есть типа там крышка, вот здесь крышка, нет никаких там колючих противных резьб, еще чего-то такого. То есть типа борик идеально, здесь все садится, выглядит все симпатично. Опять же под крышкой очень хорошо выглядит экран, то есть типа собран он вот очень хорошо. Кнопку фаера мне бы хотелось перенести нахрен куда-нибудь. Ну потому что типа она вот здесь вот как бы по центру есть, но мне хотелось, чтобы она была где-нибудь вот здесь, например, сбоку. Ну то есть вот тут, чтобы она была. Или же на лицевой части где-нибудь вот здесь вот сверху она была. Мне просто так как бы удобнее и привычнее, мне кажется. Хоть я и привык к Xeon вот этой вот пипке, которая здесь вот спереди, но все равно хочется, чтобы она где-то вот здесь вот была сбоку. Как на том же самом КБР. Я не пользовался КБР, у меня его никогда не было, ничего тебе противовосказать не могу. Смысл весь в чем? Это хорошее устройство за одним но. За двумя даже но. Во-первых, это стоимость этого устройства, а во-вторых, типа вот эти вот дела. Готов ли ты с этим мириться? Готов ли ты вступить как бы вот в клуб вот этих вот ребят, которые типа получают вот такие устройства и такие, как круто. Как круто, что здесь все болтается во все стороны. Они говорят, что типа это технологический зазор, это так специально сделано, это так нужно. Но для меня, понимаешь, так не нужно. Не знаю, нужно ли так для тебя или нет, но вот типа тут как бы думайте сами, решайте сами. То есть, по сути дела, вот если брать вот эти два устройства, для меня это одно и то же абсолютно. Здесь есть платы дына, здесь нет платы дына. Здесь все цельным куском держится, ничего нигде не болтается, не шатается, здесь все просто вот ходит ходуном. И опять же, типа вот это и вот это. То есть типа вот таких можно взять три. А вот такой вот только один. Потому что опять же дына. Возможно, это все из-за нее. Возможно, да. Но опять же, они вот до этого выпускали, у меня есть их этот, борик, который не проливайка, очень хороший, действительно, правда, это, во-первых, очень редкий, потому что бора, не проливайка, ничего и себе. Во-вторых, типа он очень хорошо работает и в принципе классно сделан. Но там тоже как бы не три копейки все это дело стоит. Очень не люблю этот гнилой базар про деньги. Опять же, каждый должен, типа, жить в меру своих возможностей. Кто-то вот так живет, кто-то вот так живет. И винить кого-то за то и за это я не имею абсолютно никакого права. То есть типа если у человека есть вот такие потребности, и есть на это какие-то финансы, он типа эти потребности свои покрывает. Девайс хороший? Хороший. Дорогой? Дорогой. Болтается как падла, как просто этот карандаш в стакане. Да, все болтается и шатается. И вот либо как бы мириться с этим, не мириться, я не знаю. Останутся у меня в коллекции. Также из дома его не буду выносить, потому что очень жалко. Будет жалко и обидно, потому что если я создану вот этот девайс, мне не жалко. У меня вот есть мой боевой Z1, который вот весь ободранный, вот такой вот весь исцарапанный, издолбанный, как бы его мне не жалко. Это моя рабочая лошадь. У меня есть такой же новый, который я тоже из дома теперь больше не выношу и пользуюсь им только дома. Потому что, ну, обидно, жалко будет, типа, его покоцать. К тому же таких больше не производят. Получилось очередное длинное видео. Какие-то мысли, наверное, ты мои выслушал. Никакого супер-вау впечатления этого устройства у меня, естественно, не произвело. Но исключительно из-за вот этой вот болтанки. То есть оно все болтается, шатается, дребезжит. Если бы у меня были бы какие-то кастомные панели, которые бы я тебе сказал, это все решаемо. То есть ты просто берешь, типа, панельки, меняешь их. Они идеально подогнанные. С ними больше ничего не болтается. Это супер-крутое устройство. Прям отрищейшее. Но нет, нихрена. Этого не произойдет. Потому что мало того, что цветов этого устройства, других, кроме черного, никаких нет. Так же, типа, нет никаких ни панелек, ни вставок, ни того, ни сего. Опять же, если у тебя есть потребность в каком-то, как сказать, премиальном формате, типа ДНА и так далее и тому подобное, то есть все вот эти моменты, пожалуйста, вот он. Он, опять же, не супер какой-то премиум. Потому что те, которые, вот я там говорю про оригинальные КБРы, они еще там, типа, в 2-3-4 раза дороже, чем вот это устройство. Это вот как бы такой полупремиум, скажем так. Вот что-то вот типа того. Опять же, хорошие, приятные материалы здесь используются. Самая лучшая в мире плапа, ДНА, используется. В принципе, как бы компактный, аккуратный. То есть, типа, вопросов по тестированию, по какому-то удобству использования всех вот этих вот моментов у меня нет. Ну, типа, не знаю. Базово у меня здесь стоит этот вот Мархист или Манхист, вот этот вот РБА новая, которая вот тоже меня раздражает периодически. Как-то странно она очень работает. Мне непонятен принцип работы этого устройства, скажем вот так. Очень хочется его дремелем попилить. Ну, об этом в следующем видео, скажем так. На этом у меня абсолютно точно все. Да, заканчиваем данное видео. Я хотел бы сказать огромное спасибо Антону или же Гордейчику за предоставленные мне устройства на обзоры. Большущее спасибо за поддержку моего канала. Спасибо, что подгоняешь девайсы, чтобы делать какие-то интересные, железячные, скажем так, обзоры. Тебя, друг, конечно же, как всегда, прошу подписаться на мой телеграм-канал, который называется Миша Коробка. В нем также выходят мои видео-обзоры. Еще там есть ламповый чат для отдельного общения. Еще я там записываю кружочки. Маленькие круглые видео по одной минутке. Этими самыми видосами я привношу в телеграм свою какую-то личную внеобзорную жизнь. Если тебе подобное интересно, подписывайся, конечно же, на мою телегу. Также в этом видео у меня будут мои собственные продукты. Это линейка жидкостей Монах, выпущенная в шести вкусцах, которую мы разработали вместе с ребятами из компании Монашка ГЛК. И также линейка жидкостей Мишка Хаски, которую мы сделали вместе с ребятами из компании Прайдвейт и компании Вуду Лаб. Здесь уже 12 вкусов. Обе эти линейки это 50 на 50, целевая версия для тугой затяжки, МТЛ или же подсистем, ну или же маломощных устройств. Ну и теперь абсолютно точно все, да? Давай прощаться. Если ты впервые оказался на моем канале, ты не знаешь, что я такой. Меня зовут Миша. Приятно познакомиться и добро пожаловать в мою коробку. Ну если вдруг мы с тобой давным-давно знакомы, ты все это прекрасно знаешь, то просто-напросто пока, как говорится, шесть здоровья. Ну напиши мне, что ты думаешь по поводу всех вот этих вот хай-энд устройств. Если что. Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой.